Уже прошли 71 страницу и бархатный пердёж. Да это жёстко. Ну что ребята, сегодня у нас на обзоре артбук Кэтрэл плюс Т мини от автора Инио Асана, автора манги Пун-Пун, Девушка у моря и Солонин. Кстати Девушка у моря, первый и второй тома выходили у нас в России. Кстати в Читай-городе проходит розыгрыш на 5300 бонусов. Один бонус равно 1 рубль. Всё что необходимо вам узнать о конкурсе находится у меня в Телеграме. Ссылочка в описании. Там линк 3, переходите и там будет Телеграм. Волко японский артбук, очень годная обложка, корешочек. Задняя обложка, цена у данного артбука 838 йен. Внутренняя обложка, давайте рассмотрим её поближе, точнее супер обложку. Вот таким образом она выглядит. Надеюсь цензуру не надо будет оставлять. И без неё уже будем смотреть сам артбук. У артбука вот такая обложка. Вообще это не артбук, а артворкс, но удобнее назвать артбук. Сзади здесь у нас Пун-Пун бегает. Бумага вся мелованная, то есть он ещё такой тяжёленький. Вот эта маленькая книжка, небольшая, весит примерно 300 грамм. Первые страницы. Когда открыл, думал, что это какая-то дополнительная манга, но потом пролистал немного, и вот в середине там будет уже артворкс. И вот мы дошли до момента, где начинаются именно сами иллюстрации. Цветные. Выглядит всё очень годно. Так, не пропустил ли я какую-нибудь страницу? Нет. Бумага очень толстая. Ну так это мелованная бумага. Очень много различных артов, из разных его работ. Это вроде бы Солонин, если я не ошибаюсь. Я его не читал. Но знаю то, что такая работа есть. Кстати, Солонин тоже у нас выходил в России. Твёрдый переплёт и вроде бы от Альтграфа. Думаю, я не ошибаюсь. О, начался пун-пун. Пун-пуна я узнаю везде. Где бы то он ни был. Вот такие шикарные моменты. Мне очень нравится. В цвете работы Инио Асана выглядит ещё лучше. Вроде бы он их разрисовывал сам. Так, это что вообще такое? Гений. На Будду похож. Да, это вроде и Будду. Не все работы Инио Асана я знаю. Может быть, какие-то пропустил. Кроме Девушки в море, Солонина и Пун-пуна, я не помню ничего. Это у нас обложка, кстати, Солонина. Именно в такой обложке у нас продаётся его книга. Блоковый разворотик. Уже прошли 71 страницу. И бархатный пердёж. Да, это жёстко. Ни хрена себе у него лопища. Как он такое вообще сделал? Кстати, это можно считать автографом или нет? Вот прикиньте, приходит Инио Асана, он размазал свою руку чернилом и тыкнул по твоей книжке. Ещё немного о обложке данного артбука. По материалу она схожа, с обложками Пун-пуна. Такая же приятная на ощупь и немного странная. Потому что таких обложек я нигде не видел. Ну и на этом, ребята, у меня всё. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Не забывайте, что у меня есть мой телеграм-канал, где я делюсь новостями. А также у меня есть мой магазин Маги, где можно купить всю мангу из моих обзоров. До встречи. Вот просто вдумайтесь, те, кто подписаны на YouTube, но не подписаны на Telegram, пропустят новость о том, что мне вскоре приедет 80 килограмм манги. Ребята, подписывайтесь.